Всем привет! Меня зовут Ольга, вы на канале Наши Растения. Сейчас осень, стало мрачно, холодно и темно, и поэтому сегодня я хочу поговорить о тех растениях, которым не требуется яркое освещение. Они могут расти на северных окнах, за занавесками перед окном, или даже глубине комнаты. Ну и первое растение, это, конечно, наш любимый спатифилум. Многие спатифилумы очень плохо реагируют на яркое освещение, у них начинают желтеть и блекнуть листья, а вот более мягкий рассеянный свет им очень нравится. Вот этот кустик растет у меня в комнате с северным окном, он стоит на тумбочке, в 4 метрах от окна, и при этом у него вот такие большие, красивые, глянцевые листья. Второй кустик находится вот здесь, прямо за мной. Он стоит у меня в центре коридора, свет на него падает из соседних комнат, из кухни, и от лампочки, которая горит на лестнице. Но этого освещения ему вполне достаточно, он выпускает новые листья и даже вот сейчас решил зацвести. Следующий любитель низкого освещения, это колотеи. Весьма капризна к освещению растения, и поэтому место ей нужно подбирать тоже в зависимости от сорта. Например, вот эту колотею медальонной купила прошлой осенью, она стояла у меня на северном окне, ей все нравилось, все прекрасно, но пришло лето, и она начала подсушивать края листьев. Это была ее реакция на слишком яркое освещение. Как только я убрала ее в глубь комнаты, листики снова стали расти без повреждений. А вот этой колотеи, это колотея Руфи Барба, ее северный подоконник вполне устроил, она простояла там всю зиму, всю весну, все лето, все было в порядке, листики не сохли, не скручивались, все хорошо. Поэтому в зависимости от сорта вашей колотеи, подберите ей место, если ей будет слишком ярко, она начнет либо скручивать листья в нем, в трубочку, либо как колотея медальон начнет подсушивать края. Следующее также многими любимое растение Сансивиерия. Про нее я могу сказать, что она теневыносливая в том числе, потому что это растение может расти как при ярком освещении, так и при низком освещении, хорошо адаптируется к разным условиям. Поэтому это то растение, которое можно сначала купить, а потом прийти домой и выбирать, куда его ставить. На подоконник, в центре комнаты, на стол или еще куда-то. Она приспособится к любым условиям. То же самое я могу сказать про растение Замия Кулькас. Хорошо будет расти и при ярком освещении, и в какой-то комнате, где освещение более низкое. У Замия Кулькаса существует не так много сортов. Сорта с зелеными листьями, есть сорта с листьями, которые практически черные, и есть сорта с белой ригантностью. Конечно, сорта с более светлыми листиками требуют более яркого освещения. Сорта с темными листьями способны существовать при более низком освещении. Следующее растение это Сциндапсус. Очень люблю это растение за его необыкновенную текстуру листьев. Они у него не глянцевые, не блестящие, а наоборот поверхность матовая, даже немного бархатистая. И просто эти листики даже приятно трогать. Это растение стоит у меня в комнате с южным окном, но у стены в 5 метрах от окна. При этом посмотрите на размер его листа. Он довольно-таки крупный, четко выражен рисунок. Он идет в рост как в длину, так и появляются новые отростки в центре розетки. Прекрасное растение для тех, кто любит лианы и у кого в комнате не слишком ярко. Еще одна лиана нетребовательная к освещению. Это Филодендрон. Филодендрон лазящий, сердцевидный. Также прекрасно растет у меня в коридоре, свисает с лестницы. Как подобрать ему место? Если вы поставите его совсем в темное помещение, у него начнут желтеть листики и не будет нового роста. В помещении со средним освещением, как у меня, будет рост, но лист будет не очень крупный, вот такой средненький. При этом выглядеть он будет вполне здоровым, блестящим. Если вы дадите ему больше света, но не прямого солнечного, то получите более крупный листик и более обильный рост этого растения. Следующее растение Монстера деликатесны. У меня вот остался такой только маленький экземплярчик. Этому растению отлично подойдут северные окна, но вырастают они весьма внушительных размеров, поэтому на окна редко помещаются. Но пусть вас это не пугает, потому что Монстера хорошо растет также внутри комнаты. А если вы проводите в этой комнате много времени, у вас часто включено искусственное освещение, люстры, светильники, то Монстера будет себя чувствовать вполне комфортно. Следующее теневыносливое растение это Драцена маргината. По моим наблюдениям, это одно из тех растений, которые как раз таки не любят, когда на них хоть чуть-чуть падает солнышко. У него сразу поникают листья, она прям становится вся такая грустная-грустная. Вот это растение стоит у меня возле северного окна. На окне еще москитная сетка, балконная решетка, поэтому свет там такой не очень яркий, и вот чувствует она себя прям прекрасно. Листья плотные, яркие, нечистые, довольно-таки крупные. Хорошо будет расти рядом с окном. Если вы поставите это растение куда-то очень далеко от окна, и свет будете дополнительно в комнате редко включать, то листики просто будут меньше, менее яркие, но при этом растение не погибнет, просто будет чуть меньше в размерах. Коралловая бегония хорошо растет и на восточных, и на западных окнах, и на северных, и в глубине комнаты. При более ярком и длительном освещении листики у бегония будут побольше. Если вы поставите бегонию на северное окно или где-то в глубине комнаты, то листики станут чуть-чуть меньше, но при этом декоративность она своей не потеряет, пятнышки с листьев никуда не пропадут, желтеть, чернеть и отмирать точно ничего не будет. Поэтому смело можете брать это растение для помещений с неярким освещением. Ну и последнее растение, о котором я хочу сегодня рассказать, это глоонема. Это очень легкое в уходе растение, неприхотливое к освещению. Этими растениями на раме со спатифилом он украшает офисы, холлы. Исключение будет составлять яркие пестролистные сорта, но любая глоонема с зеленым листом небольшими вкраплениями прекрасно будет расти внутри комнаты. Украшайте свои комнаты этими растениями, и они каждый день будут поднимать вам настроение. А у меня на сегодня все. Я прощаюсь с вами. И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok